Всем привет, с вами Happy Wolf, и я сейчас на одном из сайтов английских, где разработчики выкладывают свои небольшие подделки, там на Unity, Hu-Unity и остальных движках, скачал какой-то инди-хоррор, который вы сейчас сами все увидите, но скриншоты там были такие, что я просто посмотрел и сказал, это лучшая игра 2014 года. Я вот кладу руку на сердце и говорю, ничего лучше в жизни не видел. В общем, без лишних слов, давайте начнем, только в опции зайду, потому что тут вроде как можно изменить. А, блин, нет, тут нельзя ничего изменить, какого хрена я нажал на опции, и у меня началась игра. Если бы я захотел стартануть, то я бы нажал Start Game, а не Options, потому что в опциях я хотел изменить параметры экрана, но походу этого сделать нельзя. Будь осторожен, будь очень осторожен. Ну, во-первых, мне интересно, что с рукой у главного героя. У него что-то настолько широкое... Ого, ну прям над кроватью висит картина Эдварда Мунга, и она нихрена не поможет положению, потому что я не понимаю, что с ебаной рукой у этого человека. Вот уж у кого действительно кость широкая. Настолько широкая, что вся его жирнота даже на ладони распространяется. Просто сравните свою руку и его, это что вообще за щупальца? Ну, в общем, разработчик, он не очень старался, конечно, и поэтому тут все лагает настолько... Так, игра зависла. Тут все лагает настолько, что я вообще не понимаю, на каком движке делалась эта игра. Вроде как на Unity, но... Что-то как-то мне кажется, что это даже не Unity, потому что это просто пиздец. Тут кадров 20, наверное, или 15 в секунду. У меня Крайзис так не лагает, как лагает хоррор, в котором, я не знаю, видеокарта нужна от J-Force 3 или 2. Пипец, что-то тут... Не совсем, конечно, проработка. Мне еще интересно, что это за херню держит в руках главный герой. Это вроде как айфон, но это не похоже на айфон. Господи, дверь! Ты будешь открываться или нет? Закрой ебальник свой! Я раза четыре на букву Е нажал, чтобы дверь открылась, она не открывается. От рожи не успел испугаться, потому что я просто возмущен. Какого хера вообще такие игры сейчас выпускают? Я взял, скачал себе хоррор, думал, сейчас испугаюсь. Но, правда, один раз почти испугался, когда руку увидел главного героя, потому что это, блядь, щупальца. Прикиньте, ночью такое, блядь, в окно вам постучится, занавеску отдергиваете. Хуяк, блядь! Клешня такая! Ну и что это? Так, почему постоянно гаснет свет? Ведро! Что это вообще за комната такая? Тут есть голубое ведро и всё! Тут, тут голубое, блядь, ведро! И всё, сейчас опять дверь открыла, какая-нибудь страшная рожа вылетит. Я не понимаю, по идее игра-то называется дом криков, или как она там называлась? Дом ночных кошмаров? Кричащий дом? Я вообще уже забыл. Так, светильник, рубильник, блядь, который ничего вообще не делает. Ливер, опускатель, выходитель. Что, как ливер переводится? Ливерная колбаса, знаю. Дальше. Так, и вот последняя остаётся дверь, потому что, если открыть её и за ней ничего нет, то это... И что? Ну да, там стоят два белых глаза, я не помню. Такая... Так, два белых глаза оказались у бочки. Или у мусорного ведра погас ёбаный айфон, разрядился, наверное, сразу же. Сколько нужно вообще зарядки, чтобы он разрядился? Он только взял его со стола, спустил, походил по квартире, спустился в подвал, всё, он разрядился. Чё там написано? Ливер, блядь, опять? Чё значит ливер? Я уже в доту месяц не играл, я не ливал ниоткуда. Чё это за наезды-то такие? Короче, айфон теперь работать не будет, я не понимаю, почему клешня до сих пор его держит. Вы представляете, вы идёте ночью по лесу и светите фонариком вперёд. У вас перестаёт гореть фонарик, и вы всё равно пусты... Выключенным фонарём, который не работает, светите куда-то вперёд. Блядь, я не... Я не понимаю, там написано было, что по идее можно... Так, что там воет, блядь? Заткнись нахуй! У меня тут разговор с главным героем. Зачем ты, долбоёб, не можешь взять свечку и выкинуть нахуй свой айфон, который разряжается ровно за одну минуту? Ну вот, теперь она упала. Поднять-то я её теперь смогу. Потому что мне больше нечем... Да, слава богу, эту свечку ещё хотя бы поднять можно. Она, правда, кверху ногами даже горит. И вообще это на какую-то сигнальную шашку больше похоже, не на свечку. Возьмите свечку и попробуйте её перевернуть. И посмотрите, как будет себя огонь вести. Хотя в игре, где у главного героя клешни всё лагает, я не знаю, в доме две двери, одна из которых ведёт в подвал в пустую комнату с голубым ведром, я ещё чему-то удивляюсь. Так, свеча у меня упала, конечно, за бочки. Это вообще не круто. Так, давайте на секунду я заткнусь и попробуем сориентироваться в ситуации. Я нахожусь в собственном доме, в подвале, с выключенным телефоном. Свеча у меня упала за бочки. Единственное, что я вижу... Вы думаете, я что-то сейчас вижу? Я вот даже если приподнимусь, я всё равно нихрена не увижу. Потому что тут в подвале какие-то окна есть. Блядь, как в тюрьме. И всё. О, зато я небо вижу и облачка. Всё, больше тут ничего нету. Господи, боже мой, ну ёбаный в рот. Не обязательно быть кошкой с усами, чтобы ориентироваться в темноте и иметь какую-то остроту зрения. Ты ж, блядь, это твой дом. Ты должен знать, где у тебя находится выход. Подсвети мне его, давай, скажи. Хэппи-вульф, выход там. Слава богу, блядь, я уже думал, я никогда не выберусь отсюда. Голубые люстры. Так, и что? Куда мне теперь-то идти, я же уже всё обошёл. Господи, это самая альфа-при-альфа версия, которая вообще может быть в слове альфа. Потому что, когда вы выпускаете такую игру... Вот если сегодня бомж Вася найдёт движок Юнити и сделает за один день игру... За... Какой за один день, господи, за... Я не знаю, за полдня, за шесть часов сядет и с нуля начнёт изучать движок Юнити, он сделает то же самое, если не лучше. Что это вообще за пиздец, чувак? Ну, ну книги можно брать, да, и падать. Блядь, падать и ронять их. Ну, блядь, ну... У меня просто слов нет, я уже мычать начинаю. Ёбаный айфон, разрядился, поставь его, блядь, на зарядку, включи свет. Ляг ты спать, в конце концов. Аня, свет горит. Беру свои слова назад. Горит свет, но он ничего не освещает, блядь. Ты живёшь в доме, в котором, что, тьма поглощает свет, что ли? В зеркале ничего не отражается. Ах, всё, хватит. Блядь, escape нажимаю, просто выхожу. Друзья, спасибо за просмотр. Я как-нибудь скачаю какой-нибудь другой нормальный хоррор, потому что я что-то просто так профейлил, что скачал это и начал играть. Я просто с первых же секунд понял, что это будет полный пиздец, но выключать уже не хотел. Потому что запись поставил, запись микрофона поставил. Всё, обещаю, что-нибудь нормальное пройду из хорроров. До новых встреч, друзья.